Невроза Мегаполиса На самом деле, ребятки-котятки очень сложные. Порой не все врачи могут ориентироваться в этой теме. И чтобы объяснить простым и доступным языком очень сложные медицинские и психологические термины, мне потребуются некоторые усилия. Надеюсь, вы это оцените и поставите свой лайк и подпишитесь на мой канал. Давайте разбираться. Чтобы понять термин психосоматика и неврозы, сначала надо понять, что же такое психосоматические болезни и что же такое неврозы. Итак, психосоматика. Основателем психосоматической медицины, как правило, считается Франц Александер. Он вывел основные психосоматические заболевания, такие как язвенный колит, язва желудка 12-перстной кишки, бронхиальная астма, нейродермит, болезни щитовидной железы. И туда же, насколько я помню, входит гипертоническая болезнь и, если не ошибаюсь, сахарный диабет. Или сахарный диабет исключили, я точно сейчас уже не знаю, но раньше это было так. Соответственно, сейчас есть еще истории про аллергию, потом есть истории про некоторые другие заболевания. Но сейчас мы не будем все это перечислять, примерно я вам перечислил, так или иначе. Вот эти болезни, как правило, являются психосоматическими, традиционно. Что же такое психосоматика? Психа или психея это душа, сома или соматос это тело, поэтому психосоматика. Понятно, что это соматические болезни, рожденные из психеи, из души. Так-то оно так. Но вот здесь, ребятки-котетки, есть одна подстава. Подстава заключается в том, что нам говорят, что все болезни от нервов. Представляете, что испытывает невротик, у которого панические атаки, кардиофобия, когда ему говорят, что все болезни от нервов. Он 100% считает, что проявление его тревоги, фобий, беспокойств, его вегетативная активность 100% сыграет его в ящик. Но здесь есть другая подстава. Как вы знаете, когда проверяют невротических пациентов, не находят болезни. Ты подумай, что за фигня такая? Но если все болезни от нервов, тогда где мои болезни? Что у меня лепите ВСД? Что за дела? В то же время, когда вы приходите в действительные больницы, где есть серьезные соматические патологии, они не лежат в отделении неврозов. Что за хрень? Давайте в этом сегодня разберемся. Я постараюсь ответить на этот сложный вопрос простым языком. Итак, психосоматика – это болезни, которые действительно подтверждены органическими исследованиями. Но их причина действительно в душевных страданиях. Теперь, что такое неврозы? Неврозы – это обратимые нервно-психические расстройства. Как правило, дисфункциональные и эмоциональные. Теперь вот здесь очень большое внимание уделите слову «дисфункция». Запомните одну вещь, что невротические проявления – желудок, кишечник, дыхание, вегетатика – это дисфункция. Это нарушение регуляции, нарушение функции, но не органа. Это, проще сказать, педаль газа и тормоза. При этом не затрагивается сам орган. Что же происходит? Во-первых, нужно понимать, чтобы ответить на вопрос, переходит ли неврозы в действительные психосоматозы или нет, об этом мне сегодня поможет рассказать один очень известный деятель, к сожалению, уже умерший, но его труды останутся на века с нами, Борис Дмитриевич Карвасарский. Я включу этот фрагмент немножечко позже. Давайте сначала меня выслушаем. Итак, возьмем два человека. Предположим, что это одинаковые два человека, которые испытывают действительные невротические внутренние переживания по поводу того, что у них происходит в жизни. У них невротическое отношение к жизни, к себе, к ситуации. Представили себе два человека? Отлично. Теперь представьте, что у одного человека защитные психологические механизмы работают здорово. И как только этот человек дошел до кульминации определенного напряжения, и его череда жизненных ситуаций таким образом подстроилась, что кульминация началась, у него сработали защитные психологические механизмы. Почему защитные, вы сейчас поймете позже. Помните, по телу, по эмоциям и по поведению. Так вот, что происходит. Когда у человека внутри возникает напряжение от невротического восприятия мира и обстоятельств, это напряжение должно куда-то выйти. И вот если оно выходит через тело, это как раз и есть дисфункция, в виде проявления вот этого всего дела. Вот то, что вы называете вегетатикой. Также происходит проявление внутреннего напряжения через фобии, через навязчивости, указывая вам на определенную проблему. Либо, вспоминайте ролик по ипохондрии, пытаясь увести вас с определенного самопоражающего внутреннего мышления. Посмотрите этот ролик по ипохондрии, вы поймете, о чем я говорю. И поведенческое направление выхода невротического состояния. Это тоже слив внутреннего напряжения, проверить, что-то сделать, суетиться, бегать и так далее. Проще говоря, сейчас вы удивитесь, вегетатика, эмоции, фобии и поведение – это здоровое проявление у здорового человека внутреннего напряжения, связанное с эмоциональным расстройством от его больного мировоззрения. Теперь возьмем второго человека. У него тоже больное мировоззрение. Он тоже специфически думает, самопоражающе. Но здесь возникает проблема. Проблема возникает в том, что у него, пока еще до конца неизученным образом, блокируются здоровые биологические выходы в тело, в эмоцию и в поведение. Я думаю, что он блокирует это сам. Чуть попозже я проведу работу, я покажу, как это происходит. Пока что у меня маленькая доказательная база. Чуть попозже я вам объясню, как это происходит. Обязательно. Но вот у него блокируются, поэтому они и не будут жаловаться на панику, на ЛСД, на УКР. И вот это подавление того же самого внутреннего состояния и будет вызывать истинные поражения органов. Там и будет хроническая гипертония, там и будет язва, и нейродермит, и язвенный калит, и болезни щедовидки, бронхиальная астма и так далее и тому подобное. Понятно? Еще раз о важном. Выход в вегетатику, выход в эмоцию, выход в поведение – это здоровая история, которая не влечет за собой патологию органа, кроме как дисфункция. А дисфункция обратима. Когда дисфункция, когда симптомы обращаются, когда внутреннее психологическое состояние уравновешивается. Этим занимается психотерапия. Если вы хотите избавиться от проявлений невротических расстройств, надо убрать основу. Как лечить психосоматику? Здесь примерно то же самое. Только проблемы немножечко сложнее. Нет защитных механизмов. Но есть очень сильные внутренние подавленные проблемы. Пробраться куда порой бывает сложно. Потому что они вообще похоронены под таким асфальтом, что туда не докопаешься. Вот у обычного невротика, у которого вышла вегетатика, начались паники, начались хробии, там очень просто. Там все вот сверху мхом поросло, мох счистили, разгребли, чуть-чуть ткнули и брызнуло. А вот у классических психосоматиков, они вообще железобетонные. У них все хорошо в жизни. Только вот у них почему-то там, 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 и везде как-то все плохо. А так у них все в порядке. Они вообще ненавидят психотерапию, они вообще самые умные, вообще у них все хорошо. Но что-то как-то у них все плохо с организмом. А вот люди, которые носятся с эпохондрией, которые носятся с невростынией, они пустые, они уставшие, они все в астынии, они все в панике, вегетатики. При обследовании нет патологии. Ты подумай. Поняли? А теперь я передаю слово Борису Дмитриевичу Карвасарскому. И мы задали вопрос, могут ли неврозы перейти в действительные психосоматические заболевания. Послушайте этот фрагмент. Вот что такое правильное представление о каких-то явлениях, связанных с патологией, я продемонстрирую на очень важном для психотерапевта примере. Потому что это имеет прямое отношение к психотерапии. Значит, когда мы говорим о большой психосоматике, то в нашей литературе считалось и до сих пор многими выдающимися психотерапевтами считается, что прежде чем возникает, допустим, гипертоническая болезнь, или прежде чем возникает невроз сердца, или невроз дыхания, извините, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, или бронхиальная астма, сначала возникает невроз. Сердце, невроз дыхания, сосудистый невроз. Значит, Мясников, золотой стедоскоп, первый терапевт мира. Если мы читаем его труды, покойный имени, если читаем его труды, то он полагал именно так, что сначала возникает невроз, а потом уже возникает органическое поражение какой-то системы. Чернородский, крупнейший наш интернист, Чазов, очень крупный наш, относительно недавнего уже времени, и работающий терапевт. Вот так они считают. На самом деле, все выглядит совсем наоборот. Совсем наоборот. Многочисленные работы наши, значит, 60-е годы, это были годы, я говорил в клиническом патоморфозе, это были годы соматизации, и в клинике невроза в институте имени Бехтерева выполнялись, ну, буквально полтора десятка диссертаций, которые описывали вот эти органные неврозы. Неврозы сердца, дыхания и другие. И последняя работа, из этого цикла, эта работа, которая уже докторской диссертации выполнена через 20-25 лет, и рассматривает катармность тех больных, которые были когда-то описаны и имелись в архиве. Значит, Валентин Анатольевич Абабков, профессор, доктор наук, нашего отделения, он обратился к этим больным. И что же оказалось? Оказалось, что ни один больной, который болел неврозом в сердце, не заболел ишемической болезнью сердца. Ни один больной, которого был невроз дыхания, не заболел бронхиальной астмой. Ни один больной, который болел неврозом в желудке, не заболел язвенной болезнью в желудке. Значит, оказалось, Слова, которые употребляются в зарубежной литературе, что невроз является страхованием жизни от больших психосоматических заболеваний. Совсем наоборот тому, что говорили выдающиеся наши интернисты. То невроз органный, страхование жизни от больших психосоматических заболеваний. Можно представиться, какое психотерапевтическое значение это может иметь. У меня есть больной, капитан первого ранга, преподаватель академии, у которого страх, кардиофобия. Он боится, что он может умереть от инфаркта, так же, как умер его отец. Ему ставят диагноз невроз сердца. С его точки зрения невроз сердца, как ему говорят до сих пор, что невроз сердца это прелюдик к формированию ишемической болезни сердца и его последствий. И если психотерапевт приходит к такому больному, вот это есть психотерапия одной беседы. Да, если он еще принесет литературу, сумеет показать больному, что его невроз сердца это страхование жизни от ишемической болезни сердца на десятки лет, то тогда это часто выступает вот как психотерапия одной беседы. Потому что самое главное, чего он боится, что его невроз сердца перерастет в ишемическую болезнь сердца. Ну что же, как вы видите, изучение длительной работы клиники неврозов имени Бехтерева еще раз статистически и научно доказывает, что люди, которые обращаются ко мне, к врачам-интернистам, к сопутствующим психотерапевтам, в 25 лет исследования после выписки не находят в них органической патологии. Отсюда и пошел термин, что невроз это страхование жизни. Слышали? Это то, о чем я вам говорил. Это та статистика, которую я вам могу показать. Да и вы тоже, собственно говоря, посмотрите ваше исследование. Вот эту кучку документов. Сколько вы бабла на это потратили. Хоть бы что-нибудь нашли, кроме обычных отклонений. Здесь надо задать еще один маленький нюанс, сказать вам точнее. О том, что вот эти все блокады ножки пучка ГИСа, какие-то нюансы с кровообращением, вполне возможно, были у вас и всегда. Просто вы об этом не знали, потому что вы себя так целенаправленно не исследовали. Возможно, многие отклонения от нормы так или иначе у вас всегда были в морфологии ваших органов. Просто вы об этом не знали. Но опять же, вам врачи сказали, что лечить это не нужно, потому что это особенность нормы. Вы говорите, а где же болезнь тогда? Так ее нет и не было. Потому что вегетативное, эмоциональное и поведенческое проявление неврозов это защитные, указывающие, переключающие механизмы, а не проявление болезни. Теперь вы меня поняли? Именно поэтому невротики живут дольше. Один известный психотерапевт как-то провел исследование и сказал, что невротики живут дольше. И он доказал историю про то, что тревожный невротик, который постоянно беспокоится, постоянно тренирует свое сердце и свои сосуды. Это фактически равно спорту. А психосоматик, который не занимается спортом, который подавляет внутри себя все это, который ненавидит психологов, ненавидит психотерапию и очень умный, вдруг скоропостижно скончался. Делайте выводы. Что же делать? Делать надо следующее. Если у вас начались защитные психологические механизмы, радуйтесь. У вас нет органической патологии. Но надо заниматься сначала этими проявлениями, а потом самим неврозом. Если вы психосоматик, здесь будет сложнее. Надо попытаться убедить себя в том, что есть какие-то внутренние эмоциональные проблемы. И это опять же дорога к психотерапевту. Но уже придется учитывать то, что лечить придется и телесную, и млеющуюся проблему. Диета, фармакология, образ жизни, психотерапия. Так современная наука понимает эту историю. Я надеюсь, вам сегодня было интересно, полезно. Если вам понравилось, поставьте обязательно лайк. Подпишитесь на канал. Посмотрите ролики предыдущие. Вам будет очень полезно, я думаю. Спасибо вам большое за внимание. Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся. До свидания.